Да, привет, друзья, привет. Я вот хотел сегодня с вами поговорить о том ощущении, которое возникает, например, у меня, когда я смотрю, кто когда-то выступает по видео, в ютубе, по телевидению и так далее. Я вот так смотрю, смотрю, наверное, вы тоже замечали такое явление, когда человек испытывает некое самоощущение, самоощущение своего выступления, вот что он выступает, и там видно сразу, что о чем он говорит, и как он при этом себя чувствует, то есть как он к этому относится. Ну и там, естественно, чувствуется, что человек получает некий кайф от этого ощущения «я есмь», «я есмь». И мне кажется, это ощущение очень важное, потому что человек нуждается постоянно в подтверждении «я есмь». Это очень важно. И вот представьте теперь всю эту ситуацию, я вот, например, достал с полки свои, там много у меня разных книжек своих, а тут у меня на виду оказалась болгарская. Я издательству «Homo Futuros» подарил это название. Они с первой моей книжки выпустили, это в Софии, это Болгария. Вот, а потом много-много других книжек выпустили, прекрасное издательство, прекрасно много книг, я вам советую, кто в Болгарии живет, издательство «Homo Futuros» и руководителю «Байчевы», пожалуйста, привет от меня большой, привет, мои любимые друзья. Там даже четыре мои книги были первые. Вот я смотрю на это, и у меня ощущение «я есмь». Я с удовольствием смотрю на свои книги. И вот здесь вот у меня приемы саморегуляции, и там как раз таки вот, еще раз напомнить хочу, принцип подбора путем перебора, ты подбираешь именно те действия, которые сразу дают результат, то есть они у тебя получаются. То есть ты делаешь действие какое-то и получаешь, что оно получается, а те, которые не получаются, ты отбрасываешь. Таким образом мозг бомбардирует все время позитивными импульсами твоих усилий, потому что отсутствие результатов ты просто игнорируешь. И представляете, вот эта штука такая интересная, что ты когда по этому принципу сканируешь то, что у тебя получается, отбрасывая то, что не выходит, у тебя начинают крылья расти, потому что ты все время получаешь как бы допинг. Все, что ты не сделаешь, у тебя приносит успех. Это вот для тех людей, которые находятся в зоне невезения. Это очень важный момент. Не терять вот эту позитивную самоидентификацию, что я есть. Я уже говорил о том, что пьяный, например, напьется, он говорит, я, я, я могу. То есть ему хочется почувствовать себя, и он начинает самоутверждаться в открытую, потому что в обычном жизненном цикле, так сказать, в обычной жизни, ну не может так себя я и есть. Ему нужнее, если он нормальный человек, результативность какая-то, чтобы она ему подкрепляла, что он и есть. А представьте себе, ты делаешь что-то, делаешь что-то, делаешь что-то в жизни, а результата нет. И энергия мозга не открывается на продолжение этого действия, а наоборот, она перераспределяется на перепроверку правильного решения. Правильно ли ты принимаешь решение? У тебя начинаются сомнения. А некоторые теряют уверенность в себе. И вот как раз таки, когда они теряют уверенность в себе, им как раз таки очень важен метод ключ. То есть именно та методика, где каждое следующее действие приносит результат. И там он черпает новую энергию. Новую энергию для того, чтобы делать то дело, которое у него не получалось, но теперь у него повышается самая достаточность, уверенность. У него есть чувство «я и есть», и с этим чувством он и горы свернет. Вот в чем дело, друзья. Так все просто оказывается. А тут в Болгарии, вот в этой книжке, все эти приемы были расписаны. Были расписаны, я смотрю на нее с удовольствием. Там много-много разных приемов. Конечно, там и мои картины, но они здесь не в цветном изображении, а в таком черно-белом. Да, в таком черно-белом. Ну, хорошие картины такие, но у вас-то есть возможность видеть их в цветном изображении. В цветном изображении видеть, да. Это же так здорово. Итак, «я и есть». Да, и очень хорошо, когда у вас есть какая-то визитка, которая, ну, достаточно ее просто показать человеку, то он уже знает, что ты не просто человек с улицы. И уже отношение к тебе, что ты есть им. Да, вот у людей, у которых такой визитки нету, им приходится каждому человеку, другому, вообще не доказывать, что он есть. Он начинает самоутверждаться. А это не всегда очень интересно смотреть. А когда все знаешь, что ты академик, допустим, ну, тебе утверждаться не надо. Ты можешь себя проще вести, правильно, да? Ну, поэтому визитки-то хорошо. Да, и регалии всякие там, что ты профессор, или еще что-то такое, что тебя знают, что тебя там поют твои песни, они стали народными. Ну, представляете, да, вот я знал Юрия Гуляева, ну, который пел песни. Ну, вы, наверное, помните Юрий Гуляев, ну, что вы, такой певец был. Я его спрашивал, слушай, а ты когда вот достиг такой высоты, когда тебя все знают и любят, это все каждый раз надо доказывать, что ты так умеешь петь, самоутверждаться? Да нет, говорю, что если ты достиг уже, вроде бы как она волна тебя потом сама не свят. Но это то время было. То время было. Сейчас, наверное, по-другому. Как говорится, каждая слава любит новую. Мир так быстро меняется, информации так много. Каждый день что-то новое происходит, и все именно забываются. Поэтому хочется доказывать, и нужно доказывать, что ты что-то умеешь. Кстати говоря, мне кажется, сейчас наступает такой период, когда люди, которые разумные, которые творческие, которые что-то умеют делать и профессионально, и в то же время обладают абстрактным мышлением, как философы, они станут очень нужными. Да, потому что неразумных людей без этих вечных ценностей в голове и в душе не хомо сапиенсов. Хомо сапиенс. Поэтому ощущение я и есть. Человек должен быть результативным. Но если ситуация такая, что твои результаты, твоих усилий присваивает кто-то, и ты теряешь опору внутреннюю в себе, займись саморегуляцией. Принцип подбора путем перебора по критерию минимального усилия максимального обратного действия. Ну, вы знаете это. По скорости автоматизации начатого процесса. Итак, до встречи, друзья. Я есть, и вы тоже есть. Я хочу, чтобы вам было хорошо. Чтобы у вас было хорошее настроение. Да. Чтобы мы могли быть. Да, чтобы мы могли быть. Без лишнего самоутверждения. А только за счет своей результативности. Да. Еще раз повторюсь. Когда результатов нет, или ваши результаты кто-то присваивает, и вы теряете точку опоры, точку уверенности, займитесь подбором, перебором приемов. Да. Почайте эндорфин. Да. И вы вместо этого пьяницы, которая напьется, и говорите, я, я, я могу. Вы будете чувствовать, что вы можете. И крылья у вас будут расти. До встречи, друзья. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова